Приветствую зрителей. Леонид Котвицкий сегодня хотел рассказать из серии великих и ужасных добавок химии и так далее про глутамат натрия. Я еще обещал зрителям рассказать про ГМО. Наверное это будет следующее видео из этой серии. Но сегодня про глутамат натрия. Но этот глутамат натрия это пищевая добавка, которую добавляют как одну из приправ. Особенно ее много добавляют в полуфабрикаты различные, там всякие пельмешки, чебуреки и так далее, что продается. Добавляют в колбасы много этого глутамата и прочее. То в китайских, например, ресторанах и жилищах китайцев он вообще стоит как соль, как отдельная приправа на столе. Значит просто берут себе его, посыпают, могут взять бутерброд, посыпать глутаматом и есть. И любую другую пищу он очень там популярен. То на этот глутамат вешают многих собак. То есть рассказывают, что он там и зрение убивает, и давление повышает, и то-то-то-то. Там кучу болезней на него вешают. Какой он ужасный, ужасный, страшный глутамат. Вот, ну давайте немножко разберемся вообще, что это такое. А тогда скажем о его вреде. Все-таки определенный вред от него может быть. Итак, наш организм состоит из аминокислот. В составе белка есть 20 основных аминокислот, еще 2 есть, не кодируемые через ДНК, но они тоже входят в состав белка. Есть еще некоторые аминокислоты, не входящие в состав белка, но основных идет 20 аминокислот. Наш белок, это наши мышцы в первую очередь, различные ферменты в организме и прочее, прочее. Все наши белки состоят из аминокислот. Одна из этих аминокислот, это есть глутаминовая кислота. Глутаминовая кислота в соединении с натрием дает эту самую пищевую добавку, глутамат натрия. Вот и все. То есть это аминокислота, которую мы употребляем, которая содержится в нашем организме. Далее, глутамата натрия обычно содержится не так уж и много. Скажем так, если сравнить с солью, то его обычно дают меньше, чем соли. Обычной поваренной соли, кухонной натрий хлор. То глутамата натрия дает меньше, чем соли, так как он так как бы сильнее ощущается, можно так сказать. Далее. Ядом он может стать в только очень-очень огромных количествах. Чтобы вызвать смерть половины, например, половины людей в популяции, так нужно принять, если прикинуть, например, по лапше быстрого приготовления, где тоже добавляется глутамат натрия, то надо съесть 400 килограмм этой лапши, чтобы получить смертельную дозу глутамата. Сами понимаете, столько лапшей выжрать, это большая задача. Где-то в полтора раза больше глутамата надо съесть, чтобы получить смертельную дозу, чем соли, поваренной соли. То есть, ну буквально отравиться этим глутаматом, вот прям отравиться, чтобы вызвать отравление в организме, практически невозможно. Хотя, ну, всякие чудики бывают, так у нас еще в институте, когда я учился в мединституте, у нас рассказывали в советские времена, один ехал в Киев, говорит другу, что привезти тебе настоящий киевский торт, а тот говорит, если ты мне привезешь киевский торт, я литр соли съем. Тот и привез, а этот взял и съел литр соли. О, сила воли. Так вот, еле спасли. Еле спасли, потому что, если бы ничего не делали, он бы умер. Так, начинается разрушение эритроцитов в крови, просто из-за осматического давления. Так, плазмолис от эритроцитов, разрушение, потом это все, высвободившийся белок из эритроцитов бьет по почкам, забивает почечные канальцы. Этот человек дальше умирает от почечной недостаточности и так далее. В общем, даже от соли можно умереть, но тем не менее, никто из нас не съедает дозу соли, чтобы отравиться и умереть. Так, ну, в норме, если солить себе пищу. Точно так же и глутаматом. Отравиться, чтобы умереть, невозможно. Ну, да, можно, но можно и выпить столько воды, что ты умрешь. Особенно, если ты вдохнешь эту воду в легкие. Можно съесть столько мяса, что ты умрешь. Можно съесть столько хлеба, что ты умрешь. Ну, от всего можно умереть, если съесть просто невероятную дозу. Но, не приносит ли он каких-то мелких, но неприятных действий в организме? Типа, садит зрение, вызывает головные боли и так далее, и так далее. В принципе, исследований много, но предостаточно исследований, которые доказали на многих испытуемых, на хорошем количестве, на хорошей выборке, что вреда как такового от вот этих кулинарных доз не получено. Да, есть исследования на крысах, мышах, где пичкали сумасшедшими дозами глутамата, вводили его внутривенно и так далее, и вызывали смерть и прочие проблемы. Но тут опять же вопрос в дозе. Чтобы представить вообще, сколько этой же глутаминовой кислоты содержится в организме, то я так примерный произвел подсчет. В организме человека среднего веса в 70 килограмм содержится где-то 10 килограмм белка. Большая часть этого белка – это мышцы. К сожалению, не нашел, сколько процентов каких аминокислот в организме, если указывает где-то, то незаменимые. Но я прикинул, например, нормы по свиному мясу, человеческое мясо, мышцы весьма близко к свиному, то 3-4 грамма глутаминовой кислоты на 100 грамм мяса содержится. Это значит на килограмм 34 грамма, значит на 10 килограмм белка в организме получается 340 грамм глутаминовой кислоты. У нас в организме уже 340 грамм глутаминовой кислоты. Если мы досыпали, добавили 1-2 грамма даже в сутки этого глутамата натрия, то что это принципиально изменяет? Это принципиально ничего не изменяет. Тем более, что мы эту глутаминовую кислоту едим и с растительной, и с белковой пищей, и с животной пищей. Везде, где есть белок, там и есть глутаминовая кислота, потому что это белок. Без белка, без этой кислоты белки не образуются в большом количестве белков. Какие отдельные, может, но в целом живой организм не сможет развиться, если в нем какой-то одной кислоты из 20 обязательных нет. Просто не будет расти никакое ни растение, ни животное. Значит, оно есть в любой пище, оно есть в нашем организме в количестве 3 килограмм. И граммулька туда, граммулька сюда, это совершенно ничего не меняет. И во всем оно есть. Но одно есть исследование такое, тоже надо сомнительно, и там тоже сказано, что надо перепроверять эти данные, еще проводить другие исследования насчет мигрений. Насчет именно мигрени. Что могут вызывать, глутамат натрия может вызывать мигрени. Исследование спорное, но тут я что хочу сказать. Скорее всего, действие даже не в самом глутамате натрия, и не в самом глутамате, а именно в натрии. Натрия мы обычно потребляем все больше, чем надо. Нам больше надо в организм калия, именно калия надо в организм, для сердца в частности. Ну, кроме у людей, у которых почечная недостаточность, у тех калий повышен. Ну, то тем и натрия нельзя много, ни калия, ни натрия им много нельзя. А так большинство из нас избыточно потребляют кухонной соли, это натрия хлорид, так, а лишний натрий еще с глутаматом добавлять, еще с чем-то, это может повышать внутриглазное давление, артериальное давление, внутричерепное давление и так далее, и вызывать гипертоническую болезнь, глаукому, мигрени и так далее. Тут дело в количестве натрия, так, в количестве его, который мы потребляем. Тем более, что этот глутамат натрия в иодной среде, в растворе, а мы все, так, являем собой раствор, вот, наши живые клетки, это раствор, вот, то разделяются на глутаминовую кислоту и натрий, и дальше существуют независимо, то есть, все равно будет сама по себе глутаминовая кислота в организме, или в составе белка, или в иодной форме, она сама по себе, а не именно связана с натрием, всегда будет, она не будет. Связана с натрием она лишь в добавке, потому что она в таком состоянии, хорошо хранится, не является там водянистой и так далее, вот. А в организме оно будет, глутамин сам по себе, натрий сам по себе. И вот, скорее всего, натрий может больше приносить вреда, чем именно сам этот глутамат, вот, потому что глутамат, это же наше, 3 килограмма и так его есть в организме, вот, и в любой пище он присутствует. Поэтому вот такое насчет натрия, если ты злоупотребляешь солью, еще будешь добавлять в глутаминовую кислоту, с натрием, вот, то могут быть, могут быть все эти побочные эффекты. Ну, и плох этот глутамат натрия тем, что он сильно улучшает вкус еды, который бы ты меньше съел. А тут, если его добавлять, еда становится ощутимо вкуснее. У нас посерединке языка есть зона рецепторов, которые усваивают именно вот этот вот вкус глутаминовой кислоты. Именно глутамат вызывает сильное такое улучшение, пища намного кажется вкуснее. И результат какой может быть? Переедание. Человек будет есть и есть, есть и есть. Нажирать себе лишние калории. Еда будет казаться вкуснее. Невозможно насытиться, хочется будет еще нажраться, еще. Ну, а переедание, это, соответственно, ожирение и прочие проблемы. Поэтому, как и любая другая пищевая добавка, которая улучшает вкус еды и хочется наесться и наесться, это относится ко всему, там, и соли, и различным приправам ароматическим, и сахару тому же, так. Вот, ну, они имеют и свой эффект, сахар свой, отрицательный, соль свой. Хоть какое-то количество соли все равно в организме нужно. Вот, но человек, помимо того всего, улучшенный вкус еды, человек пытается наесться, наесться, да. Плюс еще, если человек, конечно, если финансы позволяют, купил бы себе лучшую еду, вкусную, хорошую, то тут человек покупает какой-то там дешевый, низкокачественный фастфуд, которым, ну, скажем так, не мясо, не мышцы, а какие-то там кожа, да, субпродукты, всякая такая гадость, ну, мало имеющая питательной ценности, так ведь человек хочет мясо поесть, а есть вот это. Но за счет различных приправ, в том числе и клутомата, это кажется вкуснее, и человек ест и ест, он бы так попробовал, сказал бы гадость, больше не покупал, и купил бы себе действительно хорошую, качественную еду, а так ему это кажется вкусной, и он будет есть ее, так. Вот, но тут вопрос еще финансов, так, не всякие себе могут там мраморную говядину регулярно покупать и есть, вот, и красную рыбу, и корочку там, и тому подобное, да. Поэтому, да, но кто может, так, он может получать обманку, из-за того, что он, из-за добавок глутомата и прочих приправ, ему будет казаться пища, ну, прям натуральная, прям очень вкусная, и будет казаться, что там мясо самое настоящее, а его там нет. Вот, вот такой. А так, ну, как и любая приправа, плохо злоупотребление, так. Самого по себе вреда от глутомата никакого не может быть, потому что он в еде и в организме и так есть, это наш, обязательный компонент нашей еды, вот. Но злоупотребление приводит всегда к каким-то минусам, так. Так что старайтесь не злоупотреблять и будьте здоровы, не бойтесь ужасов, которые рассказывают. Если же у вас мигрень, ну, возможно, стоит осторожно, так, и вы прям сыпите себе глутомат в большом количестве, попробуйте не сыпать. Возможно, с этим какая-то зависимость есть, хотя бы из-за натрия. То там же надо и соли меньше сыпать, и не только глутомата. Ну, это аналогично, как люди, например, пытались заменить сахар, сахарозу на фруктозу. Так, думали, что фруктоза, она такая хорошая, полезная, и диабетикам ее можно, и терепель. И давай эту фруктозу жрать столовыми ложками, понимаете, в большом количестве. Ах, какая красота, мне не во вред. А сахар любой, фруктоза, глюкоза, сахароза, хоть мед, хоть что, если ты его много употребляешь, он все равно перейдет в жир, он будет бить по инсулину, вызывать там разные сахарные проблемы. Так, поэтому аналогично и с глутоматом. Если ты думаешь, что, а, это не соль, это ж глутомат, буду его сыпать конскими дозами, так, а человек по чуть-чуть привыкает, ему уже кажется мало, начинает больше сыпать, больше сыпать, хочется еще, еще вкусней. Вот, ну, то это будет вызывать проблемы, такие, как и другая приправа. Все, будьте умерены, и будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok